здравствуйте да это видео на русском языке это возвращение к истокам души хочется передать приветы всем всех люблю это напоминает передачу какую-то вот наши огурчики и варенья домашние сейчас конечно пойдет серьезный разговор о спасении души и хочется сказать что у вас есть душа даже если вы совершенно не верите в бога если вы последний атеист у вас есть душа вот к чему это я говорю я посмотрела видео это разговор христианина и человека выдвигающего науку на первый план то есть атеиста вот потом почитала комментарии и просто шок сколько людей которые просто не верят в бога и и мне просто стало плохо и я решила записать это видео может люди просто забыли что бог есть я вот помню всегда люди ходили в церкви все верили я помню в старших классах нас учительница химии водила по храмам православным и было такое необычное сочетание химии московедения и веры вот может просто действительно все забыли ведь подсознательно все знают что вот мужчина на кресте это бог что он воскрес и это чудо вот и получается то что если нет объективных фактов доказательства бога нет каких-то научных доказательств то люди просто не верят в бога и это страшно на самом деле потому что сразу открывается такой портал в ад так как нет стабильности под ногами у этих людей нет веры дорогие люди этой планеты бог есть у бога три ипостаси бог отец бог сын и бог дух святый очень просто христос это бог и есть и самое интересное то что он живет внутри вас через дух святой приобретенный через крещение возникает вопрос а если я не крещеный то что же у меня бога нет смотрите одной веры достаточно если помните вора с распятия спасла только вера он просто поверил и получил свое спасение вот если мы откроем кремлинам десятую главу стихи 9 и 10 то найдем следующее ибо если устами твоими будешь исповедовать иисуса господом и сердцем твоим веровать что бог воскресил него из мертвых то спасешься потому что сердцем верует к праведности а устами исповедуют ко спасению и вот я даже это прочитала и у нас ушел свет потому что здесь не хватает электричества я живу в ливане здесь абсолютный кризис экономический и это очень печально все и кстати это ваш выбор вообще верить мне или нет все это всю эту религию спасение души я просто русский православный человек не сектант не нашкоман кто меня вообще знает я даже не отличалась никогда никакой религиозностью всегда какая-то была тихая тихая вот и что я вам хочу сказать я себя ощущаю как гибрид серафима саровского и джона рамирес джон рамирес если может кто знает их истории то вот я себя так ощущаю потому что я столкнулась и это три года назад с бесовским миром и с тех пор абсолютно уверовала во христа хотя я и раньше всегда верила когда еще я была в москве в подростковом возрасте я впервые открыла библию через организацию евангельских христиан церковь христа я им очень благодарна за это вот но сейчас я больше углубилась в православие потому что это религия русских святых чьи молитвы и мощи исцеляют то есть они действительно делали чудеса вот мы логично подходим к другому вопросу а чем же ты докажешь там про христа и все дела вот именно этим и можно доказать чудесами святых я оставлю ссылки в описании про веру и жизнь таких святых как серафим саровский сергий радонежский николай чудотворец святой спиридон святой шарбель из ливана кстати всех исцеляет вот болезни от рака в том числе вот очень интересно почитайте это и есть доказательство также все вот эти исцеления и чудеса они все зарегистрированы то есть это исторические факты и это невероятно но вы должны в это поверить вот так что это полностью ваш выбор верить мне или нет потому что кто я такая вообще чтоб говорить кому-то о Боге собственно никто просто русский православный человек тихий пекарь пекарша со степенью магистра в области социальных наук здесь в Ливане я закончил университет вот уехала из Москвы и сейчас у меня вот маленький сын мы с ним тоже записываем видео живу тихий гражданин мира такой так что это ваш выбор но то что я видела это мне собственно доказало то что Бог есть и Бог Христос то есть это утвердило мою веру и сделало мою веру осознанной вот а сейчас другой вопрос очень интересный почему именно христианство истина как же другие великие верить ли им давайте попробуем ответить христианство истина потому что только через Христа можно дойти до спасения души сам Христос про себя говорит что я есть и есть путь истинной жизни никто не приходит к отцу только в дальнейшем если через меня вот и все те кто не исповедует Христа Господом они не увидят Бога и более того гнев Божий будет на этих людях вот так что вот и собственно ответ есть только одна истина и это истина Христос следовательно христианство это истинный путь для меня опять же повторюсь православие является истинной ветвью христианства вот так что нужно принять сына для того чтобы у вас было чтобы у вас был доступ в жизнь вечную конечно если вы креститесь то это вообще абсолютный бонус а если вы еще и будете пытаться жить как Христос то есть в чистоте скромности в помощи людям то это абсолютное абсолютное утверждение вашего спасения так что люди не признавшие Христа увидят гнев Божий этим можно объяснить экологическое объяснение того что происходит в мире все происшествия такие как вот коронавирус в Китае или же пожары в Австралии, в Калифорнии все землетрясения все просто события страшные вещи можно объяснить неверие в людей то есть где концентрируется неверие там всегда будет происходить все бесовское это очень просто вот и сейчас давайте пройдемся по основным мировым религиям собственно на ком вот этот гнев Божий есть давайте начнем с бодизма Буддизм это зарождение в шестом веке до нашей эры в Индии все началось это как спиритуалистическая философия в которой самоограничение и медитация приводит к тому что разводы становятся стильными результатами влияния кармы и хоть воздержание от мяса это полезно это действительно полезно и вот эта полная такова умиротворенность тоже идет на пользу но спасения в Буддизме нет так как Бог отрицается основная основная идея это избавиться от желаний которые приводят к страданию и достичь просветления убрать эти страдания и дотянуться до нирваны можно через так называемый восьмеричный путь и это вот мне больше всего нравится в Буддизме то есть это мотивация к правильным поступкам к правильному и полезному образу жизни не говорят полезному образу жизни не говорят полезному как говорят вообще вот то есть это раздержание от всех плотных поступков поступков вообще забыла узкий язык вот что еще это правильная речь что очень важно это не спернословить не лгать это очень важно и еще призыв к усилию усилению воли и что это значит это значит думать только о всем позитивном закреплять эти добрые мысли и пытаться убирать все нужные помысли из головы и это очень напоминает борьбу христиан с бесами как известно бесы так и норовят нам подсунуть свои бежные помыслы это как геоглиные стрелы и потом эти мысли перетекают в действие насилия вот так что буддизм как и види отпадает но вот эти моральные принципы это как мастер-класс от христа по чистоте это мне нравится дальше идет ислам это у нас седьмой где-то век нашей эры это изображение в западной Аравии тоже сразу отпадает так как нет чего нет троицы в основании бога а в имени Мохаммад сразу слышится что-то не то я честно слышу что-то ад он не пострадал за людей он не воскрес не стелял ли он кого-то я не думаю он просто умер от болезни и все вот в то же время джихад лег в основу насилия это ужасно а полигамия и малолетний возврат это абсолютно неприемлемо для всех но то что мне нравится в исламе это скромность женщин и то как они одеваются одеваются они так как в библейские времена то есть так как Богу угодно то есть как православие но не редко только на службу а постоянно вот еще очень интересно я недавно узнала то что истинная молитва и древняя русская традиция то есть традиция старое обрядчество это молиться не только на коленях но и любом касаясь земли на таких особенных ковриках для меня это было шоком то есть получается что в исламе у них истинная молитва но она какая-то ложная потому что Бог у них не тот у них нет Христа вот такие дела и истинная 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 до них до них Мессия вообще еще не пришел но хотя бы они верят в Бога Отца в Бога Творца вот в то же в то же время Атанах или же основа Ветхий Завет чрезвычайно важна так как описывает основные события со времен сотворения мира и конечно основные заповеди посланные Моисеем и Богом но дело-то в том что все спасение находится в Новом Завете где абсолютно все люди и в том числе избранный народ приглашаются принять Христа как Господа креститься и тем самым спастись вот мне печально что в свете жизни в каких-то проблемах в личных стремлениях заработать вот в этой бедотне об этом и думать никто не захочет а вот как я читала эти комментарии просто шок в этом Бога нет ничего нет ничем вы докажете вот в этом поиске материального деградирует Россия и через погружение в грех через отход от святыни то есть через признание ЛГБТ и обортов как неотъемленных прав человека то очень важно через английский язык и либерализм Российская Федерация со временем превратиться в западное болото и это очень плохо чтобы этого не произошло обязательно чтобы была вера в Бога вера во Христа чтобы были стабильные крепкие отношения в семье солидарность в обществе чтобы люди уважали свою родину свою историю культуры свои корни вспоминается песня группы касты не забывай свои корни помни есть вещи на планете лыжи слышишь и так далее мне очень нравится эта песня потому что только со временем я поняла действительно ее смысл за границей русскому человеку плохо душевно насколько интегрирован не был бы разум вот так что я всех призываю оставайтесь на родине уважайте Путина кстати именно Путин мой любимый президент назвал именно патриотизм как основой укрепления государства но это уже совершенно другая тема вот так так что основные ответы на вопросы есть ли бог да бог есть кто он он христос христос это он же сын он же бог он же дух святый как мне спасти свою душу нужно верить во христа в сердце хотя бы просто верьте если можете то креститесь конечно лучше это сделать православной церкви как бы такой дарк хвист это мне подсказал вес это правда вот и в конце я хочу призвать всех особенно молодых особенно молодых потому что общество идет вот так вот по молодости хочу призвать вас убегать от похоти убегать от всех вредных привычек просто избавляйтесь от курения от алкоголя цените своих близких учитесь идите просто до конца в своей учебе вот и хочется открыть послание к молодому Тимофеи от Павла это глава первая стихи с 15 по 18 вежное всякое принятие достойно слова что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый то есть да здесь Павел про себя говорит что он грешник номер один вообще вот и я так же вот вам сейчас проповедую хотя тоже Павел советовал женщину вообще не высовываться учиться в тишине но так как я вот у меня был этот опыт с другим миром мне от этого всегда страшно я хочу как можно больше людей спасти хотя бы через через вот текст который я иногда пишу там в фейсбуке или еще что-то вот потому что ад реален это очень страшно вот так что тоже я грешница конечно номер один и я призываю всех принять Христа ну давайте дальше посмотрим если что Павел говорит но для того я и помилован чтобы Иисус Христос во мне первым показал все все долготерпение в пример тем которые будут веровать в него жизнь вечную царю же веков нетленному невидимому единому премудрому Богу честь и слава во веки веков аминь вот такие прекрасные слова так что дорогие люди этой планеты верьте в Бога в Бог действительно есть это сто процентно вот я и раньше даже с с детства всегда верила всегда моя мама водила по православным храмам потом вот мы изучали в церкви Христа с учениками Христа там даже проповедовали на улице тоже всех призывали к мире и потом со временем я пришла обратно к православию потому что это строго и есть вот эта боязнь Бога вот так что всем желаю мирной жизни счастья цените опять же своих близких и развивайте свою страну Россия абсолютно прекрасная страна и конечно мне очень не хватает всего русского в душе ну что поделать нужно быть адаптированной к этой реальности и быть кусочком пазла в этой культуре вот я всех люблю кто меня может знает и помнит всем привет вот жизнь прекрасная давайте не унывать не быть депрессив все будет отлично я верю во Христа и вы тоже верьте пока я и Продолжение следует...